Всем привет, друзья, с вами Барон. Спасибо вам огромное за ваши лайки. Предыдущий ролик собрал аж свыше 200 лайков, за что я вам очень сильно благодарен. Спасибо вам большое, что вы мне помогаете, что помогаете в развитии моего канала. Зовете друзей, подписывайтесь на канал. Спасибо вам огромное, ребят. Надеюсь, этот ролик тоже наберет свыше 200 лайков. Итак, сегодня хочу вам поведать одну интересную историю, плюс вступить в банду и, скорее всего, следующий ролик будет мой первый монтажик, хотя не факт, потому что, ребят, я монтажики делать умею, конечно, но мне иногда просто лень этим заниматься, ибо это довольно-таки долго. Но ничего страшного, возможно, даже заморочусь, если все-таки ролик набирает 200 лайков, то заморачиваюсь и делаем с вами жару, так сказать. Окей, значит, хочу вам рассказать про свой дом С-класса, который мне подарил подписчик, за что я ему до сих пор и, мне кажется, постоянно буду благодарен. Ребят, скоро слетает ферма, буквально 4-го числа, то бишь, после завтра, ну, для вас завтра, как бы, потому что ролик выйдет завтра, 3-го числа. И я хочу купить себе эту ферму, любую абсолютно, которая слетит, или СТО, или же ферму. Почему? Потому что хочу опробовать еще раз фермы, и что же из этого получится. Либо же купить себе СТО, но это вы решите сами в комментариях, ребят, потому что я пока еще не знаю, что себе приобрести. Либо ферму, либо СТО, по факту и то, и то довольно-таки неплохая хрень, но СТО стоит порядка 20 миллионов, ферма стоит, там, 10-15 миллионов, и ее уже можно снять с аукциона себе. И будешь ты фермером. Набирает это просмотров, конечно, неплохо, там, до 20-30 тысяч, и это круто, но, тем не менее, это очень огромные деньги. Это практически пол моего дома, можно так сказать, а то и половина дома. Поэтому, не знаю, вот что делать, ребята. Так, давайте пойдем в рифу. О, плюс С, нормально, нормально. Так, девятки в рифе-то есть? А, да, вон, вон одна девяточка. Так, давай-ка сейчас мы придем к нему, девятый, эй, братан. Не знаю, хейтер это или не хейтер. Инвайт. Ну, я надеюсь, у них гетто-то на НРПшное. Скажи, Рэ. Ага, ну, это подписчики, я понял. Это, это подписчики, отлично. Так, машину мою, я так понимаю, да, машину мою уже увели. Ничего страшного, барон, ты хелпу попросишь от подписчиков. Нифига, какая опасная тема, блин. А когда кап-то? Кап-то когда? Товарищи, кап-то когда? Через два часа. Окей, добро. Хорошо. Всем, всем привет. У меня начинается вновь бандитская жизнь, потому что банды мне на данный момент пока что, на самом деле, радуют меня они. Потому что я, как вам всем известно, был лидером Вагас Ганг. И мы там тащили, мы взяли 15 территорий. В принципе, это неплохо. То есть мы вышли с респауна, потому что у нас было 0 территорий. Мне админ подарил, отдал, ну, как подарил, да, то есть отдал 3 территории, которые принадлежали мне. Но рифа их забрала, так сказать, у меня в нейтрал, в нейтралитете. После чего администратор Леонид Литвиненко отдал мне эти территории, и уже с этих территорий нас посадили на респу. То есть мы сидели просто на респе, и буквально через 3-4 дня мы начали выходить, мы коптили Грув Стрит, и тем самым мы посадили Грув Стрит просто на респу. Хотя они писали, типа, барон, тебе нас не посадить, это невозможно. Но все же. Все-таки, ребят, мне понравилась лидерка, опять же, мне понравились банды, я нашел несколько моментов интересных в бандах, и теперь я живу чисто бандитской жизнью, можно так сказать. Кстати, еще что хочу сказать, сейчас включены бонусы, поэтому можно качать аккаунты неплохо довольно-таки. Опыт дальнобойщика, автоугонщика, между прочим. Кстати, да, автоугон это тоже тема довольно-таки неплохая, и можно вот так просто поугонять автомобили, тем самым заработать деньги и заработать мало того, что деньги, еще и скилл автоугонщика себе поднять. А скилл автоугонщика дает неплохую прибыль. Если вы угоняете А-классы, вам могут платить до 10500 вроде бы как, насколько я помню. Когда я играл на СРП, тогда, соответственно, там платили 10500 за автоугон А-класса. Так, по бизнесам у нас, я так понимаю, все глухо, да? А нет, слушай. Пикл газ, пикпен газ какой-то, стоит на нем 7 миллионов, 7 миллионов 742 тысячи 141. Надо посмотреть, где этот пикпен газ. Давайте забьем, пожалуй, сейчас по бизнесам. Пикпик, что-то там газ, клубы, СТО, база организации, бизнесы, вот. И давайте найдем этот газ. Возможно, я сейчас даже приобрету себе эту заправку, если она находится где-нибудь поблизости, собственно. Вот она, пикпайн газ и 3200 метров. То есть она находится, ага, ого, то есть она находится около машин дальнобойщиков. По факту прибыльное дело. То есть дальнобоев сейчас много, работают людей много. И дальнобойщики там как раз-таки могут, скорее всего, заправляться. В большинстве случаев так и будет, я думаю. То есть они там будут заправляться. Поэтому можно, в принципе, приобрести себе. Но я не знаю, ребят, она еще будет стоять несколько часов. Я успею выложить видосик, конечно же. Поэтому напишите в комментарии, стоит ли мне ее покупать. Если она, конечно же, уже не слетит владельцу. Но пока что я буду в раздумиях. Сейчас очень частенько слетают бизнесы, потому что много читеров, многих людей банят. И, само собой, может получиться так, что просто слетит какой-нибудь дохер тегас, который там просто заоблачные суммы делает за день. И это просто прекрасно. Я сейчас, ребят, задумался о том, чтобы угнать автомобиль. Давайте сейчас все-таки угоним какой-нибудь автомобильчик. Займемся автоугоном. И будем заниматься автоугоном, возможно, даже на стриме. Я уже подъезжаю к автоугону. Есть одна проблема. То, что на автоугоне бывает такое, то, что не дают сейчас скутеры. Вот, кстати, самое печальное. То, что вроде как на автоугоне не дают скутеры. И это просто невозможно вообще, ребят. Так, у нас... Ой-ой-ой. Как раз-таки там у нас, где я смотрел заправку, туда нас, собственно говоря, и направлю... А нет, стой! Не-не-не-не-не. Нас направляют в ССФ вообще куда-то. Ну, блин, я не знаю. Ну, ладно. Поехали в ССФ тогда. Я думаю, стоит туда съездить. Опять же, все-таки это Стален. Машинка довольно-таки быстрая, по идее, должна быть. И мне хочется ее почему-то стыбрить. Вот сейчас я ее украду. Мне плюс скилл, опять же, будет. Сейчас скилл Х3. То есть, если усиленно качать эти бонусы, то можно вкачать себе какой-нибудь С-класс автомобилей. Или, возможно, даже Б в идеале. Ну, а Б-класс... Так. Ну, а Б-класс это прекрасная вообще штука. Кстати, посмотрите в чат. Вот. Интересные подписчики. Ахмеды какие-то, хатчики. Чел, короче, пишет. Типа, ты сказал, напиши мне после видоса что-то. Шоколадник не помнишь. Типа, я ему, короче, дал 50к, когда он меня подвез на такси. И потом идут тупо оскорбления от него. То есть, это тупо маленький дебил. Но ничего страшного. В принципе, хейтеров довольно-таки у меня много. И меня они даже забавляют. Они мне нравятся, потому что пишут они всякую хероту. И мне их нравится просто блокировать везде. Но в самом, к сожалению, пока я это не могу сделать. Как-нибудь, может, админку возьму. Может быть, не на эвольф. И буду банить просто таких читеров. Плюс хейтеров. В принципе, будет прикольно. Ладно, ребят. Давайте я, пожалуй, доеду. Сейчас попробую найти этот султан. Если у меня сейчас это, конечно, получится. Надеюсь, его никуда не увезут. И я все же смогу его украсть. Чтобы прокачать себе скилл. И получить немножечко денег. Так как денег у меня осталось 8000. Итак, ребят, я уже подкатываю. Вон, вроде как, мой султанчик. Вернее, не султанчик, а стали он. Да, вот он, вот он обозначен на карте. Слушай, даже обозначается уже. Вот это просто супер. Замок автомобиля уже открыт. Я так понимаю... Блин, он... А, не... Лол? Стоп. Ну? Энгин что-то... Стоп. Что происходит? Так, стой, 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 стой. Так, дай-ка мы сейчас... Так, срочно сюда. Почему машина не заводится? Энгин, хэс... Блокинг. Чего? Что, простите? Я не понимаю, в чём суть вообще? Замок автомобиля уже открыт. Давайте мы перезаходим и... Машина не работает. То есть у неё... Давайте посмотрим. У неё... Хэлт... Ээээ... Ээээ... Семьсот семьдесят один. Умирает машина на трёхста. У неё бензина сто девяносто восемь. Я плюс ещё свои пятьдесят литров влил. И... Что за херня? Это... Б... Багаюзка. Это бак какой-то непонятный, блин. Что происходит? Вот она, эта машина, которую мне нужно угнать. То есть она просто не хочет... Но она так-то двигается. Она просто не заводится. Давайте спросим у администрации. Машина не сломана, но она не заводится. Что делать? Давайте спросим у админов. Возможно, они нам ответят на данный вопрос. Потому что мне интересно, как так возможно вообще, что автомобиль не сломанный, но он не заводится. Но ещё у меня угнали мотоцикл. Попробуйте вызвать механика. Ага. Ох, нихрена себе. Магия. Баги. Нифига себе. Админ помог, короче, мне в этом нелёгком деле. Слушай, а неплохо. Так, кстати, у меня что-то... Во, ребят, всё. Есть звуки теперь, наконец-то, нормальные. Так, а куда мне везти данный... А, ну да, мне везти его всё как всегда в ЛВ. Блин, зачем? Но, кстати, самая печаль в том, что имеются такие баги... Космос, привет, Космос Веласа. Имеются такие баги, когда... Либо это читер подчинил автомобиль свой, и он-то доехал, а я не могу. То есть, возможно, что-то типа того. Но, как машина могла сломаться, когда у неё почти полное ХП? То есть, когда мы врезаемся, я вам сейчас покажу, кто не знает. Вот, посмотрите, число 897. Хлоп, 877. То есть, это на удары действует. Сбивается эта херота до 300, тогда машина глохнет. Но, пока она до 300 не сбилась, и машина не дымилась, при том, машина просто не заводится. И я не понимаю, как такое возможно, но... Тем не менее, вот такое вот получилось. Человек мне уже пишет, продаю ли я султан. Нет, я султан не продаю. Не знаю, не хочется мне его продавать почему-то. Ну, да ладно. Так, сори, ребят. Поехали. Всё-таки, это мой первый пока что автоугон. И, как видите, он не особо хорошо начался. Потому что машина мне попалась какая-то наполовину сломанная, если честно. Машина с багами с какими-то, или машина читера, можно так сказать. Потому что я не знаю, как такое возможно. Либо это баги сервера, либо это машина читера. Не знаю, как такое может быть. Но не будем насчёт этого, так сказать, делать такую трагедию из этого. Как говорится, лепить из мухи слона не особо хочется. Поэтому я просто поеду сейчас, сдам этот автомобиль. И мне уже, ребята, пишут, Андрей Бирц. Для тебя есть хорошее предложение. Если Кент встанет на Лиду, на Вагас или Грув, пойдёшь к нам? Ну, окей. Ок. Окей, скажу к вам, если желаете. Пока что я побуду в Рифе, я думаю. Я пока не знаю. У меня тут чел какой-то встал вроде на Лидерку. Или не на этом проекте. В общем, мне писал сообщение ВКонтакте. Человек. То, что Барон, я встал на Лидерку и играл всего 3 месяца. И я точно не запомнил, на этом ли проекте он встал или нет. Но если на этом, тогда я ему пойду помогать. А так вот, пойду помогать Кенту. Я так понимаю, да? Тогда ждём пока, что там и как будет. Блин, нравится мне эта машина. Но, опять же, что хочу сказать по поводу автоугона. Они его изменили. То есть, сейчас все автомобили нужно привозить именно вот сюда. Но проблема вся заключается в том, что здесь мало дают транспорта людям, которые занимаются автоугоном. То есть, здесь есть определённые велосипеды, которые ты можешь брать, ездить на них, ну и тому подобное. Но, тем не менее, получается всё так. То, что когда вы едете на этих машинах, сдаёте их, но велосипедов просто на всех не хватает. Или же лучше давать какие-нибудь мотоциклы или там скутеры. Но почему дают всегда велики, я это не знаю ещё. И есть ещё один минус. Когда открывается вот эта херота, она у других уже открыта. То есть, любой человек может отсюда вылезти и украсть ваш автомобиль себе. И то есть, на нём просто кататься, а вы потеряете заказ. Если там кто-то вас поджидает. Вот, 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 видите, да, баласа. Вот он просто поджидал. Вот он сейчас выбежал. Типа, братан, довези. Так, мыл и так. Но я не могу его довезти. И вот, машин никаких нет. То есть, здесь у нас стоит парвиз девушка. Я, кстати, заработал косарик. И механик стоит у нас обычный. Давайте посмотрим по тхэвскилу. Тхэвскилл у нас 55 из 100. Там, вот, ребята, видите, вот он, вот он, вот он. Видите, он катается туда-сюда. И можно просто выпрыгнуть и забрать. Воу, нифига себе. Вот, видите, то есть, все автомобили сдаются сюда. Ну что ж, ребят, на этом я, пожалуй, закончу. Роли получился довольно-таки длинные. Спасибо вам большое, кто досмотрел до конца. Кто досмотрел до конца, напишите это в комментарии. Пожалуйста, не поленитесь, действительно, напишите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем, кто досмотрел до конца. Отдельное уважение и просто памятник при жизни. Спасибо вам большое. То, что вы меня поддерживаете, лайкаете, смотрите. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, в группу ВКонтакте. И всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok